Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Этим летом мы посетили заброшенную крепость Анна, или Анинская, как ее называют, по имени императрицы Анны Иоанновны. Якобы дана эта крепость, хотя ее называют крепость Святой Анны, но об этом чуть позже. Находится она в Ростовской области. Расположена она недалеко от казачьего города Старочеркасск. Крепость находится в стороне от всех главных путей сообщений, и даже от реки она тоже находится немного в стороне. Добраться к ней не так просто. Дорога не асфальтирована, а засыпана крупной щебенкой. После нас вот такой след и, в общем-то, проблемы с подвеской у машины. Возможно, это сделано специально, чтобы не было большого притока туристов и чтобы не была разрушена крепость. Хотя, на мой взгляд, туристический бизнес – это один из прибыльных источников дохода для местных жителей. Официальная справка. Крепость Святой Анны построена на месте Петровского укрепления, существовавшего с 1721 года, по указу императрицы Анны Иоанновны от 16 марта 1730 года. Для строительства использовалась земля из близ лежащих Васильевских курганов. В результате курганы полностью срыты. Земляная крепость была усилена кирпичными редутами. В ней находились кирпичный дом коменданта, пороховой погреб и солдатская слобода, деревянная церковь Покрова Богородицы. Крепость перенесли из Черкасска таможню. В июне 1737 года крепость стала базой похода на Азов, окончательно присоединившего его к России. Но взятие Азова свело военное значение крепости к нулю. В 1761 году гарнизон был переведен в крепость Дмитрия Ростовского, в наши дни ставшую Ростовом-на-Дону. Вот это официальная справка, но что опять с логикой? Зачем строить крепость Ростова-на-Дону, очень лучистую, звездчатую, когда есть Азов, который уже взят, и крепость там уже есть с 1736 года, состоит в Российской империи? Зачем строить ростовскую крепость, когда уже есть Азов? Ростов дальше вглубь Российской империи, опять не бьется. Как они там все это сочиняли? Роботы, что ли, или искусственный интеллект тогда еще только проверялся, тестировался? Поскольку это выверенная официальная информация, повторяющаяся везде, то начинаем по тексту задавать вопросы. Здесь упомянуты Васильевские курганы, которые были срыты для того, чтобы построить земляную крепость Святой Анны. Итак, я нашла видео раскопки шеститысячелетнего кургана в Ростовской области. Комментарий археолога. Я буду цитировать, делать стоп-кадры, а вы можете посмотреть по ссылке эти все ролики и проверить мои слова. Я буду давать посекундно фразы, потому что это авторские права. Ютуб очень строго ругается, если я буду, так сказать, видео это у себя показывать. Итак, девятиметровый курган, шесть тысяч лет, так называется видео. На шестой секунде курган раскопан возрастом шесть тысяч лет. При расширении федеральной трассы М4 было обнаружено древнее захоронение. На восьмой секунде и четырнадцатой. Как рассказывают донские ученые, оно представляет собой кольцо катакомбы. Это уникальная конструкция с двухэтажным устройством, которое раньше не встречалось. Па-ба-ба-бам! Па-бам! Итак, под трассой М4 везде кругом ровная степь, как мы понимаем. И вдруг встречаются двухэтажные катакомбы, какие-то строения под землей, уникальные конструкции, которые раньше не встречались. То есть археологи даже не знают, как это идентифицировать. На двадцать первой секунде глина, сплошная глина, которая похожа не на курган, а на сброс глины. На двадцать седьмой, говорит археолог, на нашу удачу огромный курган пятиметровой высоты диаметром 100 метров. Показывает рукой срез, и что мы видим? Чистый однородный слой глины с тонким слоем гумуса сверху. Уникальные размеры попал в зону застройки. И вот все лето наша экспедиция проводит тщательное исследование. Результаты нас поражают. Это я цитирую с фильма, с ролика. Потому что не только габариты кургана, но и 50 погребений древних самых разных эпох. От четвертого тысячелетия до нашей эры, до средневековья. Это на сорок восьмой секунде. Вот что за этой фразой скрыто. 50 погребений самых разных эпох. От четвертого тысячелетия до нашей эры, до средневековья. Давайте посчитаем. 4 тысячи лет до нашей эры плюс полторы тысячи лет – это средневековье, его крайняя граница, которая условно от 500 до полутора тысяч лет нашей эры. Сделаем реверанс археологам и возьмем среднюю цифру средневековья. Не 500 или между 500 и полторы тысячи лет, а возьмем среднюю тысячу лет. Получаем 4000 до нашей эры плюс 1000 лет средневековья, итого 5000 лет с большой погрешностью. 500 лет где-то реверанс и поблажка. Делим 5000 лет на 50 захоронений разных эпох и получаем 100 лет. То есть по понятиям раз в 100 лет с плюсом подзахоранивали одного усопшего. То есть одни останки за 100 лет. Все в одно место. То есть за 5000 лет кто-то целенаправленно раз в 100 лет по одному трупу подзахоранивал вот туда, где они это нашли. Сюда в двухэтажные катакомбы по усопшему. Это как? Вот как можно такое говорить? Как они эти эпохи определяют? Посмотреть бы, что за погребения, но они их не показывают, вообще ничего не показывают. Вы обратили на это внимание? Возможно, и после моих фильмов по археологии для буратин в том числе, когда они имели неосторожность показать, как и в каком положении находятся останки, искалеченные глиняным потопом, с вывороченными костями, оторванными конечностями, с раздавленными черепами. Кстати, на это видео были жалобы, видимо, от них, от археологов или еще от кого. И была заблокирована монетизация на эти видео по археологии. И теперь все нам будут рассказывать, и мы должны верить на слово археологам и журналистам. Просто вот поверьте им. На 56 секунде. Это удивительные каменные конструкции над Некрополем, говорит археолог. Очень древнего периода начала Бронзового века. Это на секундочку 5000 лет назад по официальным датировкам. Так может, эти несчастные 50 погибших пытались спастись в этих катакомбах Бронзового века, как определили, от глина потопа, как в Риме? Смотрите фильм исследования страницы Инна Агафоновой. Мой фильм по исследованию Инна Агафоновой. О расшифровке посмертной надписи погибших от глина потопа. Это видео набрало много просмотров, было интересно. Итак, этот сюжет был от 13 августа 2018 года. А вот еще одно от 2014 года. Сенсационная находка археологов в Ростовской области. Во время раскопок в древнем Азове ученые впервые обнаружили захоронение жриц. Ну, Азов, он здесь упоминается в связи с крепостью Анны, поэтому я взяла этот видеоролик. На 50-й секунде было два погребения жриц на расстоянии 3 метров друг от друга. Это говорит археолог. Вот как они этих жриц-то определили, что это именно жрицы. Показывают глиняные горшки, разбитую к керамику. Жриц в студию. На 51-й секунде по левую сторону в 5 метрах было погребение татуировщицы. А это они как определили? На 58-й секунде. И вот богатое погребение с курильницей и ритуальным сосудом передо мной на расстоянии 10 метров. Ага, опять разбросанные женские останки, то 3, то 5, то 10 метров. Это у них жрицы оказались. Бедные, несчастные, без вести пропавшие, погибшие, которых археологи окрещивают то жрицами, то татуировщицами, то древними миотами. На 1-й минуте 15-й секунде опять срез и глина. На 1-й минуте 22-й секунде журналистка говорит, погребальный обряд имел для миотов важнейшее значение. Камера движется снизу вверх по костяку, и мы видим, нет голени. Разорваны искалеченные кисти и локти. Отсутствие фрагмента челюсти. И все это в чистой глине, просто вот закопанное. Такое ощущение, что либо уже человек погиб, и его глина вот так тащила, либо он погибал в этой глине. Одежды нет, вещей каких-то нет, один костяк, и разудранные искалеченные эти останки. Далее голос. И вместе с телом в могилу опускали предметы, которые могли понадобиться усопшему. Ага, конечно, если человек настиг глинопотоп, то он вместе с теми вещами, что были на нем, и в руках на момент гибели, и утварь, что была рядом. Вот это и есть те вещи, которые могли понадобиться усопшему. Ну, боже мой, сколько раз все это приходилось слушать в школе, что захоранивали вместе со всеми вещами. А к мужу еще и жену подхоранивали. А еще и подхоранивали домашний сход. Ну, конечно, если, говорю, людей это застало все вот вместе, вот эта катастрофа, то они оказались вместе погребенными в этой глине. И потом они нам начинают рассказывать, что это какие-то ритуальные захоронения, показывают горшки глиняные, которые повсюду. Мы сегодня пользуемся такими горшками вовсю. В деревнях таких горшков полно. Продают их. И даже в современных квартирах есть такие горшки. Как они даты определяют? Как они разница в 4 тысячи лет? Если захоронение раз в 100 лет, как они это определяют? Просто говорят вот от балды. Было найдено чернилица и три зеркала. Из этого мудрый археолог сделал вывод, что это татуировщица. Потому что три зеркала он не понимает, мужчина, почему у женщины. Он там дальше говорит, ну, одно зеркало это понятно. А три-то зеркало зачем? Ну, зачем женщине три зеркала? Ну, это же невозможно постичь и понять, почему три зеркала-то обнаружено. Значит, это татуировщица или жрица. Значит, она какие-то магические обряды 100% делала. Вот так он рассуждает в меру своих возможностей умственных, в меру своего образования. Вот так они это понимают. И это становится аксиомой. И это потом начинают преподавать в школах, как некую науку. Представляете, должно быть одно, значит, это мощный магический артефакт. Вот должно быть одно зеркало. Фраза, что находится под современными домами и дорогами. То есть они это раскапывают под дорогами, а дальше все вот эти засыпы, они находятся под современными домами. Однако мы видим опять засып и срез засыпа, а под ним уже находки. И это не культурный слой погребения, а катаклизм. У археологов появилось уже новое обозначение – древние миоты. Еще в советские времена по истории о таких слыхом не слыхали, ни о каком миотском море. Но сейчас, видимо, для разнообразия появились древние миоты. И все это уже как само собой разумеющееся. То есть вот этот вброс про каких-то там миотов, вот он появился только 10 лет назад. Больше нигде он там не было слышно, не видно. Вот они сочинили, придумали, как казахов они придумали новую нацию в 1929 году. Так вот сейчас появились древние миоты, которые здесь жили. А ну-ка, ДНК бы их посмотреть, этих миотов, уверена, на 100% уверена, что ДНК будет Р1А1. То есть это будут русичи, обыкновенные русичи на всей этой территории. А кто же еще здесь может быть? Ну и то, что это еще фраза, что находится под современными застройками на глубине, это говорит, что это было все уничтожено, вот этот глинопотоп, что было все сметено с лица земли, и люди потом пришли на эти места, и они не знают, что под ними находится. И то же самое во всех городах, и то же самое в Москве, и в других городах. Вот под этими засыпами люди сверху заселяются, они, новые люди, они не знают, что под ними. Короче говоря, ссылки на эти два шедевра оставлю под видео в закрепленном комментарии, чтобы вы могли сами посмотреть и посекундно проверить мой текст и мой обзор. Жаль, ушел Задорнов. Вот ему бы это была просто красота. Он бы про этих миотов расписал бы по полной «не хочу». Теперь статья. Тайны донских курганов. Археологи пришли сюда еще в прошлом веке. Это я цитирую. «Одна экспедиция сменяла другую, на каждую постигала неудачи. Почти все погребения оказывались ограбленными». Почему я говорю про курганы? Потому что мне хотелось узнать, что это такие за Васильевские курганы. Никакой информации конкретно о Васильевских курганах, почему они Васильевские, нет. И сами местные жители, они сегодня ищут эту прошлое, эту информацию. Я видела форумы, но и, в общем-то, никто ничего не знает. Ну вот, были разграблены. Еще бы. Вот и Иоаннскую крепость надо же было строить. А где брать материал? Срыть Васильевские курганы, заодно и пограбить. Красота. Два в одном. Далее в статье. Как-то на самой глубине пробитого рабочими шурфа нашли монету с изображением Николая Первого. Значит, кто-то уже побывал здесь. Стоит ли копать дальше? Может быть, прекратить работу и вернуться в Ростов? И вдруг на глубине почти 9 метров нашли то, что искали. Минуточку. Фиксирую внимание. На глубине 9 метров нашли то, что искали. Каменную кладку склепа с длинным, тоже каменным коридором. 9 метров глина грязевого засыпа. И под 9 метрами этой глины грязевого засыпа нашли каменную кладку с каменным коридором. Вы просто вдумайтесь в это. Представьте себе, как это. 9 метров вот этого засыпа грунта. Одно из погребений оказалось ограбленным. Но и не факт, что это погребение было. Как и обычные, еще в незапамятные времена. А другое, к счастью, было нетронутым. Находка была редчайшей и могла сравниться лишь с той, что обнаружили в знаменитом чертомыльском кургане на Украине сотню лет назад. И дата та же примерно 4 век до нашей эры. Вот так они даты, это просто лихо. 4 век, тысячу лет до нашей эры. 4 тысячи лет. Нормально все. В склепе нашли не только замечательное ювелирное изделие, но и оружие погребенных, посуду, утварь. Поразила красотой тончайшей филигранностью золотая обкладка футляра для стрел. Древний мастер изобразил на золотых ножнах сцены из жизни известного героя греческой мифологии Ахилла с юных лет до самой смерти. А в ларце у изголовья погребенного было золотое ожерелье, золотые бусы и около тысячи маленьких золотых пластинок с изображением грифонов, сфинксов и даже богини Артемиды. Почти 4 килограмма золота было в склепе. 4 килограмма золота. Так еще раз подтвердилась гипотеза о тесных экономических связях с киевской родоплеменной аристократией со столицей Босфорского царства городом Пантикопеем. Эти драгоценности чеканились у мастерских Босфорской столицы, оттуда ввозились на Дон и на Украину. Потому что, возможно, это было все одно. Одно государство или даже не государство. Просто люди жили. Вот везде они жили. Они жили везде. И не было никаких границ. Нам это трудно сейчас представить, потому что у нас земля, это концлагерь. Она захвачена. Но когда-то так не было. Люди просто жили на планете, взаимодействовали друг с другом, никому не мешали. Всего было в изобилии, все было прекрасно. И это было не так давно. Кстати, эту вещь, говорю не только я, это подтвердил, к счастью, подтвердил это Александр Пыжиков, что вот такое состояние, как было сейчас, такой концлагерь, это было не всегда. Но он относит это где-то к 15 веку, что вот до 15 века. Я полагаю, что даже вплоть до 16 века, вот я немножко сдвигаю к нам сюда, я считаю, что вот этот захват планеты произошел где-то вот в 16 веке, после Ивана Грозного, с времен смуты. Вот основной вот этот захват. Я это говорила три года назад, в фильме интервью вместе с Алексеем Кунгуровым я это сказала, я это говорю и сейчас. Вот я все больше находок у меня, подтверждений, следований моих собственных, что это именно так. Ну и радует то, что подтвердил и настоящий ученый, историк, честный человек Александр Пыжиков. Вот что важно, что люди относились к золоту не как к ценному металлу, за который можно убить, а как к обычной атрибутике жизни. Не жаль оставить под 9 метрами грунта 4 килограмма золота. Ну вот на секундочку, вот так вот просто само по себе. Зачем оставлять такое золото, если бы это было что-то ценное, вот как сегодня за это убивают или сходят с ума, золотая лихорадка, когда люди видят золото и у них блеск ненормальный в глазах становится. Вот такого не было, поэтому спокойно вот это вот можно было находить, это золото. Поэтому их и грабили. Это говорит о том, что это момент ограбления и пиратства, это было не всегда, это только сейчас. Потому что многие-многие тысячелетия, по словам тех же самых ученых, я на них ссылаюсь, эти курганы стояли нетронутые. Значит, тысячи и тысячи лет никто не грабил ничего, никому и дела до этого не было. Хотя люди жили всегда, во все времена, и следы их есть везде, этих людей. И древних людей, хоть неотов, хоть не миотов, хоть не аутов, хоть еще там каких-то утов, каких они придумают. Неважно, люди жили, постоянно они натыкаются на эти следы. А вот пиратство, вот такое вот захватничество, это было не всегда, это только где-то 300-400 лет на планете. И теперь 9 метров, еще раз, 9 метров курган. Вот опять спрашивается, простой вопрос по физике для 6 класса. Если в одном месте прибыло, насыпан курган, значит в другом месте столько же убыло, значит где-то должна быть яма минус 9 метров. Но донские степи ровные, а под ними, под наносным грунтом, глина с грязью, находятся и древние поселения, и останки, они сами об этом говорят, под современными дорогами, под современными домами. А сейчас степь да степь кругом, путь далек лежит. Здесь в степи глухой замерзалый мщик. Куда все делось? Почему все покрыто степью? Но вернемся к крепости Анна. Значит были курганы, непонятно как засыпанные огромными многометровыми слоями грунта, глина с грязью и разграблены заодно. Из этого строительного материала строят крепость, которая как крепость оказывается не нужна никому. По официальной версии ею пользуется как защитным рубежом. Тоже непонятно от кого. То ли от турок, то ли от крымских ханов, то ли от древних миотов, миусов и так далее, которые появились как данность после историков Советского Союза в новой реальности. Эти миоты, я имею в виду, рядом, совсем рядом с крепостью, вот прям рядом реки нет. И дорог таких вот нету, которые бы связывали юг и центральную Россию. А может и были дороги и поселения? Просто сейчас степь да степь кругом, где замерзал емщик в начале второй половины 19 века. Кстати, опять совпадение. Стихи Ивана Сурикова, знаменитые песни «Степь да степь кругом, путь далек лежит, в той степи глухой, замерзал емщик». Написано в 1865 году. Это четко вписывается в мою версию. Археологам, когда они про свои тысячелетия нам рассказывают, не мешало бы для начала определить возраст появления степи. И как мы видим, на всех срезах верхний плодородный слой очень небольшой в степи. Об этом говорят и почвоведы, что гомос всего 2%. Однако образование этих почв они безапелляционно относят к 4000 лет до нашей эры. То есть 3000-4000 лет назад. И что вот тогда был катаклизм, и вот тогда появилась ариидизация почвы. Просвещаемся. Что такое ариидизация? Ариидизация от латинского «сухой» – это комплекс процессов уменьшения степени увлажнения территорий, которые вызывают сокращение биологической продуктивности экосистем за счет уменьшения разницы между осадками и испарением. А до этого здесь все было прекрасно, с осадками, увлажнениями, с флорой и фауной. То есть понимаем, что это цветущая земля была. Значит и жизнь, и человеки здесь всегда жили прекрасно и ни в чем не нуждались. Анинская крепость. Доказательств и документов, что она строилась именно в эти годы, нет никаких. Просто поверьте на слово, что так строили и все. Срыли курганы и огромные кубометры грунта, глины с грязью с одного места переносили на другое, чтобы через два десятка лет покинуть это место как ненужное. Потому что была построена ростовская крепость. По логике этой крепости ей всего там отведено где-то 30 лет, этой вот Анинской крепости. А если все было совсем не так? А если случился первый катаклизм не тысячи лет назад, а скажем в XVIII веке, когда цветущий край был накрыт, залит жидкой глиной, перемешкой с грязью? Или что еще менее вероятно для нашего восприятия слышится как фантастика или бред, этот самый катаклизм, когда степь да степь кругом, образовался в 1860 году, по моей версии. Именно версии, так как прослеживаем мы, блогеры, два больших катаклизма с засыпаниями. Где-то XVIII век и XIX век. Но пофантазируем. Вот был цветущий край с нормальными осадками, с влагой, все росло, процветало, еды полно, золота много. И не жаль, все делается для красоты и золота, а не продажи или обмены, тем более владения человеками, то есть для рабства и угнетения. Им, этим древним, выдуманным, современным врунами от официальной истории миота, и в голову не приходила мысль об угнетении и рабстве. Все в изобилии. И мировоззрение иное у них было по сравнению с нашим. Не было звериной конкуренции, не было звериного капитализма. Хотя нам пытаются внушить, что так было всегда. Кстати, я опираюсь тоже, поддерживаю, как поддержку на слова Александра Пыжикова, который именно об этом и говорил, что они пытаются внушить, что так было всегда. А он говорит, что так было не всегда, и что это совсем немного, вот несколько сот лет, вот такой дикий капитализм и рабовладение. Вот так было не всегда на планете Земля. И вот вдруг, ни с того, ни с сего, бац, и все накрылось потоками грязи и глины, изменился климат, появилась некая ариидизация почвы. Потом скажут, богиня плодородия. Сто процентов потом назовут, скажут, ариидизация – это богиня плодородия. Ариидизация. Вот как Афродиты. Ариидизация. Уже похоже на богиню плодородия. Пророчествую. Записывайте. И в 1865 году Иван Суриков пишет унылую песню про замерзающего ямщика в степи до степи кругом. Всё погибло, и кругом одна голая степь. Почти степь. Почти стопь. А эта самая богиня засухи, ариидизация, есть и сейчас. Знаете, каждый раз, когда находишься на таких заброшенных местах, уходить отсюда долго не хочется. Здесь тишина. Ветер. Ветер, да. Ветер, травы, камыши. Но здесь история. У меня сейчас прямо мурашки вебут по коже, потому что, когда я об этом только думаю, то такое ощущение, что тонкий мир начинает передавать информацию о том, что здесь было и почему это всё вот так вот в таком виде. Я пока ничего не знаю про эту крепость. У меня только вот, только ощущение соприкосновения с этой местностью. Приеду домой, я, конечно, буду собирать информацию и сделаю подробный фильм или сюжет. В зависимости от того, сколько будет информации конкретно по этой крепости Анна. Аннинская крепость. Почему Аннинская? Императрица Анна какой-нибудь, Анны Леопольдовны или Анны Иоанновны. Пока ничего не знаю. Начало 18 века. По всей видимости, она тоже попала под катастрофу, которая была в 18 веке. То есть, как бы две их были эти катастрофы. Здесь какая-то трагедия тоже чувствуется. Такое молчание, такое говорящее молчание, пространственное. Крымским ханам или туркам что грабить? А вот появление крепости Звезды имеет тогда другой смысл и назначение. Но лишь после работ украинского исследователя Александра Домбровского-Шукача, который неопровержимо доказал в 11 сериях, и самое важное, это 11 серия, что крепости Звезды – это заводы по добыче сланцевого газа. Единственное, что я не совсем соглашусь с Александром Добровским, он считал, что была газовая империя, что это было более экологично, и потом ее вытеснила и завоевала электрическая империя. Я полагаю, что в той прошлой империи было все – и газ, и электричество, а вот завоевала и завоеватели пришли во второй половине XIX века. Это нефть, нефть. Это Ротшильды. Вот с них, вот с этих товарищей, ну, главных, так сказать, может быть, там еще другие главники, но мы знаем Ротшильдов как красная тряпка, как красный щит, за которым они скрываются, вот эти бесконечные эти братья, что куда ни плюнь, везде вот эти удачливые какие-то братья. То Морозовые, то Ребушинские, то Мамонтовые, и такие же братья Ротшильды, все такие братки, братки самые настоящие. Вот они и есть, братки. И это как раз нефть. И по сей день нефть – это золото, черное золото. А сегодня уже еще более страшно, потому что человеческий ресурс стал за золото. Это человек, его даже плоть, его органы, его энергия, его кровь, вот уже стало золотом, даже не нефть. Итак, Шукач, Звездные крепости, 11-я часть, война с Газовой империей. С Газовой империей, историком Пицц. Рекомендую внимательно посмотреть работы этого исследователя. И вот мы на Анинской крепости. Кстати, почему ее называют крепостью Святой Анны? Разве Анна Иоанновна была святой? Вовсе нет. Это было страшное время для России и русского народа. Время, описанное в романе «Слово и дело» Валентина Пикуля. Когда писались доносы и человека могли арестовать и казнить по малейшему подозрению или анонимки завистника. Это вам не ГУЛАГ или Колыма сталинские. Там было покруче. Тогда почему название «Крепость Святой Анны»? Давайте разберемся с этим вопросом. Опять тень на плетень. Ну вот узнала я, кто такая была Святая Анна. Оказывается, это бабушка Иисуса Христа. Мать Марии из колена Левия. Но тут еще тут интересные вещи. Вот в Ростовской области, в Старо-Черкасске только колена Левия не хватало. Опять библейские сказки сюда приплели. Ну все помечено, ну каждый кустик. Кстати, опять, почему же библейская Аня Святая? По их же сказке Анна, будучи вдовой, еще дважды выходила замуж и рожала дочерей. И им давалось тоже имя Мария. То есть у нее было как минимум три дочери Марии от разных мужей. И одна из них оказалась матерью Иисуса Христа. Ну это вот так вот они подобрались, вот эти вот библейские сказки. Видимо, имен больше не хватило. Почему же Аня Святая? Непонятно. Ну да ладно, тут сам черт ногу сломит. Вокруг тишина. Ощущение, что крепость имеет каркас. В одной статье я нашла быстрое такое, быстрое упоминание, что был кирпичный каркас. Вот чуть выше я об этом говорила в фильме. Значит, не вся крепость из грунта. Да, это хорошо видно сверху, потому что есть четкие границы и ребра. Если бы это был только грунт, то крепость бы давно оплыла и потеряла четкие грани. И есть здесь явно выраженные следы от газобурильных установок. Они остались. Просто убрали оборудование и сказали, что это крепость от набегов, не пойми кого, то ли турок, то ли крымчаков, то ли миотов. Все для того, чтобы скрыть технологии прошлых цивилизаций. Для газобурения нужна вода. Река находится не совсем рядом. Значит, либо было русло, и оно изменило свое течение, либо был канал от реки, от Дона, который сейчас засыпан. Потому что засып он, ну, по крайней мере, в 1860 году был. Так что эта крепость еще ждет своих настоящих исследователей? Благодарю за внимание. Надеюсь, было вам интересно, познавательно, расширило ваш кругозор. Делитесь этим видео, подписывайтесь на мои каналы, оставляйте комментарии. Вы оставляете очень интересные комментарии, много помогаете дополнительной информации. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.